Стёпа здесь делает пирог. Шоколадный пирог. Взяли рецепт моего яблочного пирога, только вместо яблок добавили какао. Получается шоколадный пирог. Устал? Нет? Так, мы будем вот такой вот пирог делать. Миша сейчас говорит, а это будет пирог в виде пончика. Стёпа не знает, что такое в виде пончика, потому что когда я делала такой же пирог, Стёпа был в садике. А когда он вернулся, ему кусочек достался. Он не видел целый пирог, как выглядит. Вот теперь увидит, сам сделал. Пирог в духовке готовится. Кстати, опять поднимается вверх. Может быть, поэтому Миша его и назвал пончиком, потому что он такой кругленький и снизу неплоский тоже получается. Тут я поставила куриное филе отвариться. Буду сделать... Он не хотел заходить домой. Сашка, господи, такой он стал требовательный. Хочет выйти на улицу. Саш! Да, выпросил, выпросил всё равно. Вот видите, тут магнитный конструктор играет. Вообще Стёпа его достал, но в итоге вот старшие присоединились. Миша, что ты делаешь тут такое интересное? Робота. Робота-терминатор. Ты тоже? Да. Слушайте, шарики такие классные до сих пор летают. Пирог достала. Вот такой он большой, красивый, пышный. Он очень мягкий, такой нежный получается, потому что на сметане. Я обожаю этот пирог. И яблочный люблю. И вот такой вот шоколадный тоже иногда делаем. Кому интересно, рецепт напишу в описании к видео. Он очень простой. Здесь не нужно сливочное масло. Здесь растительное масло идёт, поэтому он не такой дорогой, можно сказать, считается. Хотя тут сметана. Вот. В этот раз, видите, как отошёл. В некоторых местах блестит, в некоторых не блестит. Потому что вот так получилось. Ну, в любом случае, форма мне это нравится. Классная форма. Красиво получается. Я сейчас сахарной пудрой посыплю, и не будет видно, что там блестит. Смотрите, какой воздушный-воздушный. Классный. У меня новое платье. Вот такое платье. Очень мне оно понравилось, конечно. Но я теперь не знаю, куда его и с чем носить. Оно такое очень свободное, широкое. У него такие вот рюшечки интересные, знаете, типа в ретро-стиле. Очень красивое платье само по себе. Оно, правда, в таком беременном, знаете, стиле. Ну, оно на размер от 42 до 50, наверное, подходит. Вот. Поэтому оно такое, мне широкое. Но мне оно так нравится. И вот я теперь стою, сижу, его отпариваю. И думаю, куда бы мне его надеть. Мы сегодня вообще едем в гости. Потом поедем ещё в парк. Я детям обещала на канатную дорогу. Не канатную дорогу, как это называется-то. Дерожечный городок. Вот. Поедем в парк. Я вот думаю, может, это платье все-таки надеть. На всякий случай решила его отпарить сейчас. Оно, конечно, сильно мнётся. Оно из натуральной ткани. По-моему, это просто обычный хлопок, но такой плотненький. И оно очень сильно помятое. Я его на Валберек заказала, достала из упаковки. Оно прям мятое-мятое. Но я его уже померила. Я в сомнениях, идёт оно мне или нет. Я вообще просто на каждое платье думаю 10 раз носить, не носить. Я люблю штаны и брюки. Люблю комфортно всякие. Вот такие футболки обычные. А в платьях я чувствую себя как-то по-другому. И мне сразу такая мысль. Идёт мне, идёт хорошо, нехорошо. Потому что, видать, внутренние ощущения такое некомфортное сразу становятся. Ну, сейчас померю я покажу. Скажите. Потому что вообще платье просто замечательное. Такое интересное. Интересного кроя. Я не скажу, что оно такое девчачье-девчачье. Классическое. Его можно и под кеды запросто надеть. И с гольфом под кеды. Вообще прикольный фасон. Но на любителя, так скажем. Я платья, которые я себе покупаю, я их не стираю перед тем, как надеть. Вот максимум могу отгладить. Я, так сказать, стираю всё. Постельное бельё, естественно, стираю. А вот на себя одежду я не всегда стираю. Вот это я платье не стирала. Ещё мне не буду. Не собираюсь. Вот этот отпарыватель мне нравится. Он такой сильный. Видите? Струю пара выдаёт. Правильно? Говорит, струю. Напор, в общем, сильный. Отпаривает хорошо. У платья у этого очень плотный материал. Обычно такие вещи сложно отпариваться. Но вот этот отпарыватель совсем справляется отлично. Мы сегодня в большую машину устанавливаем новый авторегистратор. У нас в маленьком машине регистратор встроен уже в саму машину. А в большой машине такого нет. Вернее, даже у нас в большой машине тоже был встроенный регистратор. Но он, во-первых, плохо снимал. А во-вторых, Сергей долго пытался его настроить. Не разобрался. В итоге мы другой сейчас регистратор установили. Регистратор в машине это дело нужное, важное. Поэтому вот такой вот у нас новый регистратор. Кстати, именно такой, вот точно такой же регистратор у нас стоял в предыдущей машине, которую мы дедушке подарили. Он там сейчас стоит. Хорошая фирма, уже проверенная нами годами. Поэтому точно такой же у нас теперь и в этой машине есть. Перед использованием первого этого регистратора необходимо обновить прошивку. Мы прошивку уже обновили. Там ничего сложного не было. Регистратор такой маленький, компактный, удобный. Регистратор этот начального уровня. Отлично подходит для новичков вождения. У этого регистратора доступная цена. Но у него новейшая технология идет здесь. Sony Starvis 2, Smos Sensor IMX622. У этого регистратора, кстати, есть улучшенный контроль с помощью функции круглосуточного наблюдения с парковкой с таймлап. Есть голосовое управление приложением с телефоном. Вот, кстати, круглосуточное наблюдение за парковкой. Мне может очень помочь, когда мои цветы кто-то ворует тут перед домом, знаете. Кто-то режет мои цветы. Вот можно с помощью регистратора посмотреть, кто это был. Потому что я чуть не подумала, что есть такая классная функция. Вот, пригодится. Здесь очень классное разрешение записи. Очень четкое изображение за счет усовершенствованного Smos-датчика. Смотрите, какое четкое изображение. Не, ну это на телефоне. Можно просто и на компьютер скачать. Вон, сейчас я выходил. Сейчас покажу тебе. Подожди секунду. Можно просмотреть записи, естественно, что было до этого. Вот сейчас Сергей покажет, как он выходил. В приложении тут все понятно и удобно, как в галерее. Заходим, смотрим. Вот я выходил сейчас. Настраивал. О, кстати, вообще очень классно. Изображение. Хорошо снимает, да? Да, отлично. Вижу, что цветное, четкое такое. И ночь тоже хорошо снимает. Ну, просто сейчас днем. В изображении на видеорегистраторе выходит очень высокая яшкость и четкость. Тут идет технология высокой чувствительности и низкого уровня шума. Она позволяет распознавать форму, цвет объекта и даже в темноте точно получать необходимую информацию с высокой точности. Я могу прямо с телефона скачать любой фрагмент, то есть любое видео. Это очень удобно. Мне не нужно эту карту памяти доставать из регистратора. Вот так на своем телефоне ты всегда взял. То есть сразу можно себя отправить куда-нибудь. А еще у этого регистратора есть классный G-датчик, который обнаруживает столкновение и активирует автоматическую запись. Если, например, машина стоит на парковке, ее начало трясти, если по ней произошел какой-то удар, автоматически включается запись для того, чтобы записать на всякий случай какое-то происшествие. И если записано такое экстренное видео, то идет автоматическое уведомление на телефон, где стоит приложение к этому регистратору. Это очень удобно. Например, остановились на парковке в торговом центре, где-то ты зашел туда, раз, тебе уведомление. Что-то с машиной не так. Очень удобно. Надеюсь, нам такое уведомление никогда не будет приходить. Но в любом случае это хорошо продумано. Там можно еще выбирать чувствительность, насколько чувствительная тряска в машине должна быть, чтобы запись активировалась. В общем, регистратор в машине это нужная и важная вещь. И вот на этот регистратор я вам оставлю ссылку в описании к этому видео. Если у кого-то нет регистратора или он записывает нечетко, обязательно приобретайте, потому что запись здесь очень четкая, очень хорошая. Сергей вышел сейчас. Трясет машина, чтобы проверить, насколько этот датчик вот срабатывает. Я сижу в машине и трясусь немного. Вот вообще датчик должен сработать, даже если машина выключена. В общем, я вам ссылочку на этот регистратор оставляю. Смотрите, какая красивая коробочка. Регистратор действительно классный. И он недорогой. Так что у кого нет регистратора хорошего, себе приобретайте тоже. Ссылку оставляю в описании к этому видео. У нас сегодня 1 мая. Я, кстати, надела платье. Ну-ка, Степа, держи вот так камеру. Покажу платье, как оно выглядит. Чуть ниже. Степа держит камеру. Ну, плохо видно, потому что солнце отсветивает. Ладно, потом попозже покажу. Надо с другой стороны как-нибудь вас поставить, и будет видно. Вот, смотрите. Платьишко. Оно такое свободное очень... Сергей такой стиль мой не нравится. Когда у меня что-то свободное, он говорит, у тебя ничего не подчеркивает. Красивая, ты как баба на чайнике. Но мне нравится. Ты его сейчас раздавишь. Ему не очень нравится, когда ты его так сильно обнимаешь. Подними ручку. Мы сейчас поедем сначала в гости. Потом мы поедем в Степ. Вон, смотри, что я нашла. Упаковка из-под пыря клубничного. Ну-ка, сходи, выкини. Не надо в песочнице это оставлять. Давай, выкидывай. Ты ел только. И ты не выкидываешь нас. Вон на заборе лежит. Забирай. Она еще сперва. Доешь и выкини. В общем, мы едем сейчас в гости, потом мы едем в Пашку, а потом домой. Сегодня у нас 1 мая. Не помню, говорила или не говорила. У нас есть все съедения. Как-нибудь надо отметить это дело. Сейчас еще по пути заедем. Пиццу возьмем. Заказали пиццу. Вот тут у нас. Приедем в гости. Поедим эту пиццу. И потом уже поедем обратно. Мы в гости едем не просто в гости. Нам там обещали выкопать пару кустиков для того, чтобы мы тут посадили. Там жимолость, по-моему, или ежевика. Уже не помню, в общем, Сергей что-то просил. И хотим посадить сюда. И еще один кустик ирги. Ирги. В общем, сложное для меня это слово. Ирги. Ну-ка, Степа, как ты говоришь? Ирги. Попробуем посадить, попробуем поесть. Мы любим всякие съедобные кустики. Но в крайней случае, если не понравится, можно будет выкопать. Да, Саш? Ой-ой-ой. Сашка спать уже хочет. У нас в машине есть вот такие классные столики. Мне они так нравятся. Очень удобно выдвинуть. Что-нибудь тут можно разложить. Для бутылочек есть место или для стаканчиков. Классно. Раскладываться так вот удобно в поездке. А дети в поездке вот карты тут лежат. В карты играют на этих столиках. Я обычно, когда мы далеко куда-то едем, я обычно сижу на переднем сиденье. Миша с Никитой тут, Степа сзади. А когда близко куда-то едем, дети у нас вот там сидят. Все в телефонах. Один в телефоне, другой в телефоне. А у Степы нет телефона. Степа так сидит. И на всех смотрит, да? Мама не разрушает. Мама не разрушает, да? Мама чуть-чуть разрушает. И совсем-совсем чуть-чуть папиного телефона вечером, да? Мама не разрушает, да, свой телефон брать, потому что он у меня разразится. И я не смогу никому позвонить. Смотрите, мы за какой интересной машинкой едем. Кабриолет. Кабриолет какой-то интересный. У него крыша складывается. Ох, конечно. У меня на камере видно, тут пыль. Видите, какая сильная пыльюга в частном секторе. Все, мы приехали. Привет, Максим. Привет. Сашку достаем. Саш, тут уже все понакидал. И хлебцы тут, и фантики, и бутылка моя. Мы тут нашли индюшат. Саш, так понравились они, Саш. Ну-ка. Видел там? Видел какие индюшки? Он с ними болтает. Дюа. Какие говорят? Тиа. Сейчас еще вот таких цветочков копнем. Это почвопокровное растение. Разрастается очень сильно. Немножечко копну и тоже себе домой посажу. Смотрите, какие красивые маленькие цветочки. И вот весной они полностью вот такие вот тут белые везде. Сашка тут ползает везде. Саш, нравится, да, так ползать? Я обратила внимание, что когда песок или трава, он ползает на четвереньках. Видать, он не хочет на пузо ложиться, когда вот что-то ему щекотит пузо. А когда полы ровные, он только на пузе передвигается. Это шланг, Саш. Большой-большой шланг. Труба такая большая. Да, все мы изучаем. Нам тут все нравится. Лимон большой. Он лимоны прям плодоносит. Да, встать хочешь? Так, посмотрите. На сегодня наш улов вот такие вот цветочки мы взяли. Это мы взяли куст Ирги. Это нам выкопали югку. Вот такую вот югку. Это случайно. С югой выкопалось, по-моему, слива. Ну, в общем, посмотрим. Либо выкинем, либо оставим. Югка прикольная. Потом тут жимлость. Кустик. И что-то... А, это тоже жим. Нет, это Ирга тоже. Вот, я смотрю, Ирга. Вот такой вот лов. Будем мы себя во дворе потом сажать. Вот такой зеленый тебе газон не нравится? Это интересно, но это не газон. По нему не походишь. Это такие маленькие фиолетовенькие цветочки растут. Ну, чисто заполоняет участок, чтобы как раз-таки не ходить. Красиво. Нравится, да, красиво. Мне нравится, как выглядит. Интересно. Так, под деревами. Они... У нас не подойдет такое, потому что это в тени растет, Сережа. А у нас тени нет особо. Есть у нас тени. Ну, где? У нас там голый участок. Видишь, какое тут шикарное дерево? Тут тенечек, а у нас нет. Вот такие вот растения в основном в лесах растут, потому что там тень. Не ядовитый? Нет. Нам вообще много, что предлагают взять. И это копайте, и это копайте, и это копайте. Нам просто много не надо. Тут даже кактусы есть классные. Я даже подумала, что может быть, кактусы взять. Но нет, я даже не представляю, куда их сажать. Разве что юбку, а вокруг кактусы. Но я там уже вон насадила этот мавританский газон или что у меня там. Кстати, спросила, они сажали мавританский газон. Сказали, что в основном вырос обычный газон, а цветочки не выросли. Ну, обычный газон тоже хорошо. Дети тут объелись пиццы. Ну, как объелись. Сергей взял с креветками, которые дети не едят. Это деревенское, которое тоже дети не едят. А вот пепперони они сразу съели и убежали. Тут нам еще пироги поставили. Будем сейчас чай пить. Я, как всегда, со своей бутылкой. Я теперь везде со своей бутылкой с этой хожу. Пью ее постоянно. А ты сказала, иди покушай. Мне страшно. Да? Саша уснул. Долго хныкал. Не хотел никак засыпать. Вернее, хотел спать, но никак не мог уснуть. Вот мы сейчас чуть перекусим и поедем в центр. А то уже вечер. Что там? Бекон? Это начинка у всех пицца такая. А то уже солнце садится, а мы же еще хотели в канатный городок заехать. Да, Степ? Хочешь еще? Или домой сразу поедем? Кому-нибудь. Ты знаешь, что завтра в садик? Угу. Угу. Тут, конечно, хорошо сидеть на природе. Да. Что вспомнили? Песню песню. Песню надо было учить, да. Ты не выучил песню? Степе надо было песню учить про дедушку. Про дедушка, про дедушка. И еще другую песню. А другую я уже не помню. Представляете, нам Женя отдала еще целую кучу цветов домашних. В горшках большие. Я как раз думала спальню, что мне надо посадить. В итоге теперь не придется выбирать. Я поставлю спальню. Там вообще, ну, большие такие красивые цветы. Сергей сейчас все это пытается в машину положить. Как мы это повезем все. Ну, вроде сказал, что все поместится. Все, мы поехали дальше. Уже еще сильнее стемнело. Сейчас мы, наверное, приедем в парк вообще в темноту. Интересно, может, сегодня вообще какой-нибудь салют будет в парке? Потому что 1 мая, праздник. Не знаю. Ну, в общем, мы поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не знаю В общем, я передала очередь И отдала очередь Я заняла очередь И передала следующему Подождала, кто за мной занял Сказала, что мы вернемся Степа тут катается с горочкой Ему нравится то, что спуски везде Самокат классно катается В общем, мы пошли пока в очереди Опять на вот этот кораблик Смотрите, как вечером красиво Тут все подсвечивается До этого мы катались днем И не видели такого оформления А вечером все тут мигает красиво Да, Саш, тебе еще рано Такие кораблики А им можно А тебе рановато еще Долго аттракцион настраивали сегодня Ждали, наверное, минут 5-10 мы сначала Миша с поднятыми руками Вот Маша все Да, и Саша руки поднял В этот раз на этот аттракцион Кстати, Миша уговорил всех пойти Он шел и говорил Я хочу на кораблик Я хочу на кораблик И так простраивался каждый раз Что я говорила Ну, мы в очереди стоим, ждем там Но я думаю, там очередь еще наш не подошла Потому что там полчаса или час люди выбирают Если час лазит То это час в очереди нам надо стоять Так что везде еще успеем Походить, покататься и вернуться Все, пошли Дети, мы пришли сюда Одного человека только подождали И сразу пошли Вот Степа снизу Вон Никита сверху И Миша там сейчас пристегнется Тоже пойдет Ку-ку Никита там ку-ку тебе говорит Высоко, Никита Высоко, Никита Ой, Саша, нравится тут все смотреть Везде огонечки разные А там Степа, да, пошел? Вон там Вот это, Никита, умеешь Вот это здорово Сложно? Ну давай, держись Да, Саша Показывает пальчиком на Никиту Никита там, да? Вон когда Никита полез На третий этаж Все кто-то с папой ходит Ага Никита сейчас пойдет вон туда На третий этаж Миша пошел Ой, как сладенько Зевнул Хорошо Мишуль, вдвоем На одном препятствии Нельзя находиться Степка тут идет Миша там идет Ничего тут Не страшно падать Никита пошел На третий этаж Высоко-всоко Никита, там страшно? Страшно там? Очень горь Сашке так интересно Все он за всем наблюдает Это тут Степка Миша туда дальше пошел Где Миша, Сереж? Куда ухал? А вот Миша идет С белым шлемом Мам, туда? Да, попробуй Молодец Раньше Никита на третий этаж Не поднимался Говорил, что ему страшно там А вот сейчас на третий этаж Поднялся Ай Вот сюда Да Ты где, говорит Он без очков Покорил третий этаж Такой, довольно идет Говорит Я покорил третий этаж Нижний уровень Конечно, намного проще Чем верхний Тут так Можно спуститься Ножками походить Потом обратно Все, поехали мы домой Находились Там, кстати, время никто не засекает Я бы несколько раз подходила Говорила, а нас полчаса еще не закончились Мы не знаем Кто должен знать В общем, мне кажется Миша у нас не выдерживает полчаса Остальные могут ходить бесконечно Ох ты, какой ты разговорчивый, Сась Едем, да Едем Все, ему интересно Он смотрит, когда машина светится Ему так интересно Всегда Не знаю, можно вообще так нельзя делать Но ночью уже не видно Ничего просто Еще рюкзаки надо собрать всем Миша, ты рюкзак собрал, Миша, нет? Нет Никита, ты рюкзак собрал? Нет Ты же не сделал Никита, ты же не был у вас Английский только Саш, поедешь летом на море, Саш? Ой, как там интересно Все будет смотреть Намного интереснее, чем тут машинки Первое, чем тут море Всем у nest Субтитры был Также Субтитрыwell